Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на Другой Жизни! Наступила весна, и для всех людей, которые занимаются охотой, рыбалкой, приборным поиском, туризмом, грибников. Для всех, для кого природа на первом месте стоит, и они постоянно выбираются из дому, существует одна насущная проблема – это клещ. Весенний клещ зачастую в некоторых регионах, вот у нас, допустим, здесь в Ярославской области, его очень-очень много, не всегда, но бывает прям некоторые сезоны, прям, скажем так, его прям гроздьями он свисает. Нам задают много вопросов, чем вы обрабатываетесь от клеща, причем задают знакомые вопросы, задают иногда, как бы, в комментариях спрашивают. И чтобы каждый раз не отвечать, мы решили снять ролик, как мы обрабатываемся от клеща, именно мы. И опыт достаточно большой, перепробовали мы много всего. И единственный метод, который вот нас устроил, я вам сегодня в ролике покажу. Существует много-много, на самом деле, баллончиков, бутылочек всяких разнообразных, с разными веществами, но действующее вещество, которое убивает клеща, именно убивает клеща – это циперметрин, или же альфа-циперметрин, но это одно и то же. То есть, когда покупаете какое-то средство, в бутылочке или в баллончике, или в чем угодно, смотрите, чтобы действующее вещество было циперметрин, написал. Вот, мы пользуемся концентратом. Сейчас я покажу, как мы его разводим, как мы его наносим, и мы поставим эксперимент на живом клеще, как это все работает, потому что клеща мы насобирали, пока ехали сюда в баночку. Он у нас благополучно переночевал на улице в этой баночке, ничего с ним не случилось, но это понятно. Вот, будем все это дело вам показывать. Короче говоря, мы пользуемся концентратом. Концентратов существует огромное количество, все это заказывается в интернет-магазинах, совершенно без проблем. Объем бывает там 100 миллилитров концентрата. Я не буду называть именно производителя, потому что совершенно неважно. 100 миллилитров, 250 миллилитров, пол-литра, литровые бывают, по-моему, даже 5-литровые в банке бывают этого вещества. Это для больших обработок, потому что препарат, насколько я понимаю, этот циперметрин, он еще с советских времен. Я так понимаю, им обрабатывали, короче говоря, поля обрабатывали, все остальное, чтобы не было клеща. Его столько и не было раньше. Солнышко зашло немножко. Мы снимаем в замечательном карьере. Классный. Он такой заброшенный уже давным-давно. Здесь тихо, ветра нет. Ну что, поехали. Сейчас буду примерно все показывать, как это делаем мы. Итак, друзья, как я и говорил, концентрат циперметрины. Я не показываю производителя, потому что, еще раз говорю, абсолютно неважно, какой это производитель. Именно концентрат. В данном случае это, по-моему, пол-литровая бутылка. Да, пол-литровая. Что нам понадобится? Мы делаем это следующим образом. Мы берем литр воды, ну, обычной чистой воды. То есть здесь у нас полторашка. Сейчас я чуть-чуть вот отолью. Нам много не нужно. Берем литр воды и 5 миллилитров. Для этого мы используем шприц и 5 миллилитров концентрата. Его хватает, ну, очень надолго. Вот эта штука у нас, бутылочки вот этой уже, ну, я не соврать. Да, наверное, года три уже. И вот сколько только использовали. Желательно, конечно, работать в перчатках, но я как всегда. Ну, осторожнее. И мойте руки после этого. В глаза лучше не лезть. Вот, сразу говорю. Берется 5 миллилитров концентрата. Нам шприцком набираем. Ровненько. Чистая вода. И, как показать-то, чтобы туда болтых, и все это сразу побелеет, станет цветом молока. То есть взбалтываем. Болтаем, 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 болтаем. Получается вот такой белый раствор. В принципе, концентрат готов. О, концентрат, раствор готов. Что мы сейчас будем делать дальше? У нас в кадре появляется вот такая бутылка. Опрыскиватель продается в любом хозяйственном магазине. Вот, нам удобно. Она создает вакуум. Что мы делаем? мы берем, собственно, раствор. Заливаем в эту бутылочку. Она же тоже у нас литровая выходит, насколько я помню. Молоко прям по цвету. Заливаем в эту бутылку. Что мы сейчас будем делать? У нас есть белая тряпка. Мы сейчас обработаем ее. Запустим на нее клещей. Потом есть картонка. Центр оставим необработанным, а края обработаем. И в центр отпустим клещей, как они будут расходиться по этой картонке. Я покажу, как мы обрабатываем, собственно, одежду, в которой мы выходим на коп. Заранее это делается. Обрабатывается куртка, там футболка, в чем вы собираетесь идти, штаны. Все это... Сейчас я покажу, как заливается. И тоже на спину одежды запустим подопытно. Вот. Только единственное, когда одежда заливается, а заливается она очень хорошо, то есть прям вот до влажного состояния. Вы ее залили с вечера, повесили ее куда-нибудь на улице, проветрится, просушится. Она высохла, вещество действует. Есть один нюанс у этого вещества. Нюанс следующий. Если вы попадаете под дождь, ну или провалились куда-нибудь в речку, ну то есть одежда намокла, вещество действовать перестает, то есть нужно обрабатываться заново. Приступаем к экспериментам. Взяли импровизированную доску просто с собой, чтобы здесь ничего не искать. Вот моя куртка. Я ее сейчас прямо на камеру обработаю, как это делаем мы, как я и сказал. И уберу в пакет, приеду домой, просушу и в следующий выход в лес я уже ее трогать не буду. Я просто одену, она будет готова. То есть берем вот эту штуку, ну знаете, как пользоваться. Накачиваем пшик-пшик и заливаем. Заливаем прям, чтобы она была мокрая. Видите, прям она намокает. Везде-везде. Куда любят забираться. Под мышки. Под наружки. Абсолютно всю ее заливаем. Вот с таких штук это делать удобно, вот с таких опрыскивателей, потому что не надо много работать руками, кистью. Хотя тоже полезно. Может быстрее, проще. Так, это мы залили. Ну и старайтесь, естественно, этим всем художеством не дышать и в глаза не лазить. Вот самое-самое главное. А то проблема нам ни к чему с глазами. Я думаю, никому. Залили куртку. Вставляем подсохнуть. Сейчас сделаем, как я и говорил, на картонке и на тряпке. И продолжаем эксперимент. Переместились на камушек. Смотрите, картонку мы делаем как? Мы брызгаем края. А центр оставляем нетронутым. И даем подсохнуть. Тряпочку мы заливаем, наверное, целиком. Половину. А, половину, да. Снизу запустим на сухой. Вот так вот. Все, даем высыхать. Достаем подопытных. И проводим эксперимент. Всю ночь они у нас просидели в банке. Парочка все-таки рискнула сдохнуть. Ну да. Сейчас высыпем. Вот. Пока куртка и все эти вещи сохнут, вон, выспали. Всех у тебя высыпали. А фиг его знает. Видите, копошатся. Вполне себе живее всех живых. Попробую приблизить. Закрыла. Извините, салфеточка. Ладно, не разбежались бы сейчас. А то опять придется... Бегать тут по траве и ловить. По полям и собирать все это дело. Да елки-полки. Ну, вон они копошатся. Видно, да, подопытных. Куртка подсохла. Люба сейчас будет сажать. Как всем известно, клещ, когда садится снизу, он начинает идти наверх. Божья коровка, кстати, вон уселась. Сейчас Люба посадит, и они будут взбираться. Если, конечно, вообще будут. Потому что вещество достаточно злое. Ну, вот он. Вот, клещ видно, да? Считайте, что он прицепился на вашу одежду. Цыплючий они будут. Тут логика в чем. Вот я из-за кадра буду сейчас рассказывать. Логика в том, что клещ поднимается наверх. Этот даже не пытается. Он сразу сел и сразу пошел вниз. Ему уже, значит, что-то не нравится. Он сейчас через какое-то время некоторые начинают кругами ходить. Некоторые просто останавливаются. И через какое-то время он просто отваливается. Он умирает. Причем клещ, он как бы не парализует его, а он умирает именно. Но это какое-то время должно пройти, пока вещество подействует. Вот он на месте стоит. Он даже не пытается залезть наверх. Ждем. Боже, коровку он убери, а то еще его угробим. Он бегает снизу. Пел. Видите, он вверх не идет. Все, уже пытается отпасть. Все. Клещ погиб. Вот так работает это вещество. Сейчас мы будем проверять на картонке и на белой тряпке, которая половина обработана сверху. Потому что куртка-то вся целиком обработана. А тряпка половина сверху обработана, половина нет. Перемещаемся туда. Повесили салфетку. Чтобы вы понимали, вот эта часть салфетки сухая, она ничем не обработанная. Сверху обработанная. Единственный, конечно, нюанс, вещество могло попасть куда-то. Он может изначально наверх не полезть. Хотя, сейчас мы посмотрим, как все это будет работать. Ну, точно так же по траве. Ну да, вот он на травинке сидит. А, кстати говоря, еще прокле... Вот он уже отваливается. В принципе, не нравится это все. Вот он сейчас наверх пойдет. Видите, он пошел наверх. Вот он. Сейчас будет... Вот уже влажное начинается здесь. Аккуратнее. Единственный нюанс, что мы встречали такие вещи. Естественно, клещи с деревьев сверху на голову не падают. Блин, у нас проблема. Почему? Сейчас тряпка улетела. Ну вот. Ну, клещ сидит. О, видите, как он сидит. Они цепляются, мама дорогая. Они очень цепляются. Вешаем. Вот он. Я буду придерживать. Короче говоря, клещи с деревьев на голову не падает. Клещ сидит на сухой траве, но в некоторых местах бывает такая сухая трава, что легко достает до головы. И зачастую я, сколько раз было, что я прям на плечи сажал. Прям иногда прям на щеку мне садился. Ну вот лезешь через какой-то вот сухостой. Было и такое. Поэтому аккуратнее. Их очень хорошо видно, если приглядеться, когда идешь. Особенно, когда они гроздьями висят. Так, вот он взбирается на гору вещей Олег. Вот так они обычно вот они на ноги сели и начинают. Елки-палки. Ветер поднялся вот еще. Надо придерживать. Поменялся. Видите, фиг стряхнешь. Видите, фиг стряхнешь. Еще ткань такая, она цеплючая достаточно. Вот ему уже что-то не нравится. Он начинает топтаться на месте, спотыкаться. Голова кружится. Зачастую вот мы пробовали, на одежду обрабатывали. У нас было в роликах каких-то, в ранних мы показывали это вещество. Они разворачиваются, начинают валить обратно. На место необработанное, грубо говоря. Но не все. Некоторые бывают упрямые. Вот как этот в данном случае. Развернулся, пошел вниз. Пытается точнее пойти вниз. Да, упрямый клещ попался. Уже минуты три гуляет. Но он уже особо и не гуляет, я вам скажу. Что-то он как-то очень медленно. Он может застрять. Вот именно в этих ниточках, конечно. Не-не-не-не-не. Они по таким этим лазят. Не, я к тому, что застрять и упасть не сможет. Потому что он уже ему хреново. Ну, еще шевелит лапками. Вот так это все происходит. Путешествовал он в общей сложности минут, наверное... Ну, это долго путешествовал. Минут 5-7, наверное, где-то в общей сложности. Все, он готов. Но он запутался, он не отлетит. Даже видно очень хорошо на камере. Так, будем сейчас смотреть, что происходит на картонке. Он сдох. Посмотрим, как они будут себя вести на картонке. Люба высыпала. Где они хоть есть-то? Ну, один сразу попал сюда. Один сюда. Они что-то какие-то вот... Им не очень нравится. Гладкая поверхность. И они как-то... Так, ладно, высыпали. Будем их мешать. Сами такие эксперименты еще не ставим. Давай, переворачивайся. О, зашевелились. Эти что-то не очень даже охотно идут к краю-то, я вам скажу. То есть они... Так резво бегали. Они топчутся в середине. Вот один сейчас пытается... Кстати, прошла здесь по траве. Ну, так как у клеща двухлетний цикл развития, то, соответственно, обильная клещевальня начинается примерно раз в два года. И здесь в этом году никого нет. Ну, есть, конечно. В карьере здесь... Ну, понятно, если полазить, уйти туда, где больше сухостоя, то, наверное, найдем. Эти в центре вообще два зависли. Ну, да. А этот вот дополз до края. Упортый, упоротый. Ну, есть возможность, что он, конечно, перебежит. Ну, есть. Потом помрет, но он заразится. Ну, как правило, сколько мы проводили испытаний, сколько на себе. То есть, вот вчера мы ходили, в том числе и собирали клеща. И скажу так, что понятно, что на брюки садились. Достаточно быстро отваливались. То есть, в принципе, если не на необработанной одежде, то есть, ты... В общем, нужно приложить усилия, чтобы он отвалился. Щелкать по нему не единожды, чтобы он упал. А эти, да, в общем-то, достаточно быстро отпадали. Бывает, что они вот этими своими цеплючими лапами зацепляются и висят. Ну, уже они не настолько жизнеспособны и, в принципе, не способны залезть куда-то в складки одежды, добраться до тела, укусить, вцепиться. У них уже на это нет ни сил, ни возможности. Поэтому, с нашей точки зрения, это одно из лучших, в общем-то, средств против клеща. Итак, дорогие друзья, такой вышел эксперимент. Самим было очень интересно. С куртки, с тканей они отлетают здорово. Сами видели. Вот с этой тряпки, типа полотенца, вот это... Да, они запутываются лапками, ну, видели, да, то есть он, всё, он помер, но он там запутался. В итоге, если вы будете идти, он, естественно, отвалится, вы шевелитесь. Вот, тоже интересный эксперимент. По картонке они все благополучно сдохли. Два, и вообще никуда не ушли. Один, ну, погулял-погулял и лапы сложил. Вот такой эксперимент. Ну, короче говоря, ещё раз говорю, вещество называется циперметрин. Пользуйтесь. Нам не жалко, как Люба уже сказала. Действительно работает. Но не забывайте обрабатывать всю одежду. И не забывайте, чтобы эта вещь не попадала на кожу. Ну, вот именно в свежем виде. Когда высохло, то есть, пожалуйста, носите, ничего страшного. Когда мокрое, в глаза на кожу нежелательно. Вот такой получился ролик. Спасибо, что были с нами. Всем здоровья, красоты, природы. И пока.